бывают ли актеры талантливые но при этом который не становится совершенно популярных очень а вам не кажется что здесь на самом деле вы это смотрите с каких-то цеховых до позиции то есть вы оцениваете человека вот ну как ну как оператор будет оценить работу другого оператора по картинке а публика она как любит сердцем там условно чем-то вот зацепила его а вот все эти таланты расталанты а вот не надо вот может такое быть как вы считаете мне кажется что в этом мире может быть все и я знаю очень много артистов которые потрясающие вот так получилось это случае вообще эта профессия ну не только она одна я в общем-то мы же никогда не говорим ведь мы же прекрасно понимаешь что мы попадаем иногда в больницу и знаем что там врач гений дополнительно уже не такой популярный а потом никто не очень стремится в врачу попасть у нас вообще в этом смысле мышь пока пришли отсохнет нет не посинеть мы же не стремимся к врачу на самый популярный это просто а как и учитель в общем тоже прекрасно понимаешь что у нас просто ну называется ген ненависти к учителю хотя потом это вот у меня кстати после института когда я вдруг оказываясь где-нибудь в лувре превращение в сикстинской капелле я понимаю боже мой я тогда не буду прав мне было 18 лет что я тогда вообще понимал меня закладывали вот такими вот в этом не закладывали а я говорил а я сейчас вспоминаю своего педагога галина авраамовну загянскую по истории изобразительного искусства это где педагог в институте которая а у нас в каком вы озвучите еще тут я я это знаю да и в 9.30 у нас была лекция по изобразителям искусства и все естественно слайды все засыпали а я не могу если я проснулся все я уже живой она выключала проектор говорил опять я видела 37 зубов авери и выгоняла меня до конца семестр и я сейчас когда я оказываюсь сейчас вот я был в италии боже мой какая чудесная страна и оказавшись сикстинской капелли я вдруг подождите мне же это мне это давали знание а мне нужен теперь для этого экскурсовод а ведь я мог бы сам это все обалдеть как анекдот когда сыночек ну как там париж мам ты чё плачешь я сейчас просто здесь телевизор я не могу рассказать как это звучит я не это я я вычислил да и я а Микеланджело а а ну да и это прекрасно на самом деле этого не надо стесняться не надо быть не надо стесняться своего незнания а потому что вы знаете когда я вот на себе это испытал когда кто-то чего-то не знает а ты знаешь и ты даешь руку помощи и ведешь в это знание это так прекрасно вдруг этот момент и какой кайф ты что ты можешь кому-то что-то открыть как и открытие для себя делать это тоже прекрасно не политкорректно но без злого умысла иронично но без сарказма пристрастно но по-честному правда 24 и евгений додолев с понедельника по четверг в девятнадцать тридцать на телеканале москва 24